Что, там наверху тоже снеговик? Еще один? Кажется, да, кажется, наверху есть снеговик. Себя чувствует, достаточно холодно. Не хочешь морковку там на лицо налепить? Ой, ну, ребят, я разморозилась. Чего? Всем привет, друзья, и как же хорошо вернуться вновь на свой аккаунт. Это вот Юша недавно буянил. Привет, девчонки, вы в курсе, да? Привет. Я не очень, а что случилось? Ну, я когда была в гостях у Юши, оставила случайно свой аккаунт в Роблоксе, и он зашел в Тавр в прошлый раз и немножко побоянил, да. Ага, так вот почему он с нами сегодня не играет. Стыдно, Юши, да, стыдно? Ну, да, наверное, именно так. Ну, Ульяна, мы тут такую штуку заметили, которая даже немножко грустная, в общем. Ты ничего не замечаешь, ничего тут не изменилось в Тавре? Ну, мне кажется, что исчез снег, почему-то мне это кажется, вроде бы. И не только снег. И не только снег, Ульяна, смотри. Тут нет снеговика. Снеговик? О, боже мой, а его украли? Что случилось? Ну, возможно, украли. Кажется, у Тавра закончилась зима. Но это очень-очень грустно, снеговик, по-моему, растаял и теперь так, не знаю, так непривычно без этих шапочек. Я уже плакала, мы с Евой играли, и это так грустно на самом деле. Но, может быть, мы сможем его найти, потому что с Евой мы не смогли, может с тобой получится. Слушайте, давайте попробуем, я очень хочу его вернуть, потому что, когда нету шляпок, как-то хочется, чтобы они были. Это точно. Давайте тогда его искать. Так, ну, внизу его определенно нет, но это мы уже и так поняли, пойдемте искать. Что? Так, ну так мы его точно не найдем. Кажется, да, мы никакого снега... Ээээ, чего? Так, что у нас тут за барабашка такой завелся? Кто тут не хочет, чтобы мы нашли снеговика? Какой кошмар. Попрыгали, что ли, в прото, а врату, я так думаю, что... Пойдемте. Вряд ли мы, только давайте говорите, где вы, я вот уже подскакала. Ой, я уже ушла. Все, ушла, ухожу. О, отлично, мы доскакали до одного именно тавора, это неплохо. И опять желтый уровень первый. Ужас, кто такой наделал, сразу при чем? Ну, я надеюсь, что здесь не будут покупать всякие пакости, и мы все-таки сможем снеговика отыскать. Кстати, а, а, какой ужас. Внизу не видели, его там точно нет, Ульяна, посмотри, пожалуйста. Ой, не, внизу его нет, не появился. Очень обидно. А, слушайте, я тут подумала, снеговик ведь белый, как бы зима, все дела. Возможно, мы его найдем на белом уровне. Ой, тут нет белого. Или на сером. А самый верх выглядит довольно белым, если что. Это грязный снег, да? Ну, ну да. Ну, вообще, снег, в принципе, можно покрасить. А если есть какие-нибудь там проблемы с экологией, он иногда и зеленый выпадает. О, это я люблю. Проблемы с экологией. Нет, зеленый снег. Это не очень хорошо. Я видела только синий, и то не вживую видела, а слышала о нем. А я знаю, что где-то выпадал розовый. Кстати, ребят, можете, наверное, написать, рассказать. Да, может, вы тоже видели. Или какой-то там за фиолетовый снег. Или сами с баллончика, например, его раскрашивали. Довольно, наверное, прикольно. Так это, ладно, я так хочу теперь сделать. Да, мне тоже стало интересно. Я, например, не видела никогда разноцветный снег. И я тоже. Ну, можно ослепить снеговика и покрасить его. Ты знаешь, что я услышала? Ослепить снеговика. Думаю, что, зачем его ослепить? Да-да-да. Это какая-то жестокость. Ну, смотрите, я уже прошла где-то половину. И все еще не вижу здесь никаких снеговиков. И даже их мокрых следов. Мокрых следов. Очень обидно. Знаете, я тут тоже прошла половину. И я хочу купить время. И купить чекпоинты. Потому что я боюсь сейчас, как упаду, и умру. Это хорошо. Тогда давайте я куплю вот эту штучку. И прыжочек, допустим. Чекпоинты. Очень хорошо. Но только не очень вовремя. Потому что я уже упала. Так, ну, мы где-то... Ой, я на рыбках, кстати. А еще, знаете, я подумала, снеговик же может быть еще на оранжевых уровнях. Потому что у него есть морковка. Ой, да. Логично. И на черненьких, потому что пуговки. Тоже логично. Так, ну тогда он на всех радужный. Да, вообще, в принципе, почему бы и нет. У него на голове может быть ведро любого цвета. Так что тоже. Ну и пуговки тоже могут быть любого цвета, мне так кажется. Да, да, все верно. Или шарфик. Точно, у него же иногда шарфик. Можно и шапку вместо ведра. Ведро это такой, знаете, очень суровый вариант снеговика. Ну да, такой более интеллигентный, что ли. Ну да. Слушайте, а я тем временем уже, что ли, подбираюсь к самому верху. Ого. Как будто вспомнили, как прыгается вообще. А то что-то иногда забываешь. Ну да, с чип-поинтами. Ну да. Ульян, Ульян, я, кажется, нашла снеговика. И он на желтом уровне, как морковка. Ого, иду, иду, иду скорее. Слушай. Ого. Я тоже хочу посмотреть, где снеговик, покажите. Ну привет, снеговик. Слушай, а ты модный снеговик, я хочу сказать. Да, с ним вам зеленым. И шарфик такой. Ага. Знаешь, ты больше на космонавта похожа. Какой снеговик-космонавт. Интересно. Ева, а ты шапку отдашь? А то прошлый снеговик шапки выдавал. Между прочим, бесплатно розовенькие. Шапку давай сюда. Я могу только прыжинку выкинуть. А, ну ладно. В принципе, сойдет. Но пойдем проходить дальше, а то хочется побольше как-то. Это все-таки заработать. Да, это точно. А я уже привыкла и постоянно дохожу до этого места и прыгаю, чтобы мне дали побольше уточек, если я вдруг упаду. Ага. Это точно. Слушайте, ну снеговик найден уже, в принципе, не так грустно. Новогоднее настроение продолжается. О, Господи. Этот снеговик летает со своей пружиной. Просто кошмар. Да. Ну, слушай, этому снеговику положено летать. Он же космонавт. То есть космонавтка. Ну да. Точно, точно. Так, а космонавты, вы там успеете дойти? А то что-то мало времени осталось. Ой. Ульяна, помни про чекпоинты. Я, да-да-да, помню, уже умерла. Все в порядке. Умерла. Да уж, отлично звучит на самом деле. А я, кажется, прошла. Ого. Что, уже? Ничего себе. Да, до самого верха. Ничего себе. Сильно, Лана, сильно. А, да, спасибо большое. И, знаете, кажется... Что, там наверху тоже снеговик? Снеговик, еще один? Кажется, да. Кажется, наверху есть снеговик. Так, а я иду. Слушайте, у нас то ни одного снеговика, а теперь уже целых двое. Давайте доходите, скорее посмотрите. У-у-у, правда? О, я боюсь, я не успею. Ну, ладно, снеговик может спуститься к тебе. Да, есть такая услуга. Ничего себе. Это такой специальный снеговик, который... Вот он, привет. Ой! Ну, привет, космонавт номер два. Привет. Слушай, очень, знаешь, так праздничный. У меня, правда, лишняя шапка, по-моему, но мы с этим разберемся. А так, да, снеговики... Слушай, Ульяна, а может как-то это заразно все-таки, вот эта снеговичья... Не знаю... Болезнь? Болезнь, да. Ну, не болезнь, наверное. Так, Ульяна, иди сюда. Как себя чувствуешь? Достаточно холодно. Не хочешь морковку там на лицо налепить? Ой, не знаю. Ну, все, ладно. Теперь у меня какая-то фобия. Теперь мне становится, мне кажется, холодно. И мне кажется, у меня сейчас вырастет морковка вместо носа. Так, ну у нас нет морковок. Может, у тебя вырастет. Ну что, Ульяна? Как, морковочка-то... Подождите. А где Ульяна? Ульяна? Ульяна! А, это действительно заразно. Вы что, вы что наделали? Это как? Вообще как? Это очень круто. Ну, да, согласна, мне нравится. Теперь в Таваре целых три снеговика. И это, мне кажется, теперь, в общем, торжество справедливости. О, это что, новый уровень? Ой, он давно уже был. Ой, я не помню такого. А я видела. А, ну ладно. Я тоже не видела. Ну, для нас новый, так что большинством голосов и снеговиков этот уровень признается новым. Все, проходим. Ладно. Слушайте, а такой простой какой-то вообще. Ну да, весьма такой несложный. А куда вы там? Уползли уже. Я врезалась просто в уровень и что-то вас не могу догнать. Уровень-то легкий. Мне кажется, определенно, эти костюмы снеговика дают какую-то силу. Определенно. Это точно. Вот прям вот. Я чувствую силу. Снеговичью. Да-да-да, именно так. Ну, возможно, как бы Тавар тоже скучает по снеговику. И поэтому дает нам возможность легче проходить. Признает нас, скажем так, за своих. Ну, возможно. Там, короче, уровень-уровнев мешает, ребят. Я тут прыжочки, наверное, куплю. Давай, только предупреждай, а то это очень опасно. Три, два, один. Гравитация. Гори. Так. О, слушай. А тут, правда, сложно как-то. А может, и еще что-нибудь нужно будет купить? Может, надо еще, наверное, двойные прыжочки купить. Потому что как-то это... Все для вас куплено. Двойные я купила, я купила. Так, давайте я куплю. Я уже. А, ну ладно. Я просто никак не могу привыкнуть к тому, что я все могу покупать. Да. Ой, кстати, Ульян, а можно я тебя похвастаюсь? Давай. Я теперь вообще все могу покупать, потому что я выбила последний предмет за робоксы. Ого. Слушай, ничего себе, поздравляю. Спасибо. Я надеялась, что мне дадут какой-нибудь нимб. Может быть, желтый, может быть, розовый. Но мне его не дали. Да, к сожалению, здесь так не очень вежливо относятся к тем, кто, собственно... Да, потратил все деньги. Потратил все деньги. А, кстати, Ева, наверное, прям вообще все деньги потратила. Потому что, насколько я помню, робоксов было много, а в итоге все осталось в таворе. Да, робоксов было около 10 тысяч, а осталось 300. Какой кошмар. Слушайте, ну да, даже немножко обидно. Жалко, что не предусмотрели такую возможность какого-нибудь вознаграждения за то, что ты потратил столько денег на открытие всех предметов за робоксы. Это точно. Да. Даже нимб за робоксы можно купить, а за все робоксы потрачены нельзя. Да. И мы просто с Ланой думали, что, может, надо перезайти, может, он так же получится, как и зеленый, когда вот надо перезаходить на аккаунт, чтобы он появился. Но он вообще не появился. Может, конечно, через какое-то время он появится, и я буду так очень рада этому быть таком подарочным. Но пока что его нет. Ну, я думаю, они об этом сообщат, если вдруг добавят такую возможность, я надеюсь, по крайней мере. Да, Ната может им написать, сказать, ребят, я тут все деньги на ваш тавер потратила, дайте мне хотя бы нимб презентуйте. Бесплатно, да уж. Ну, тогда, наверное, я не буду пытаться открывать все предметы за робоксы, потому что у меня осталось там их еще штуки три, наверное, или четыре. Я лучше подожду, пожалуй. Да, да, будет ли в этом смысл. Ну, на самом деле, как бы не очень-то и нужны эти предметы после того, как нам выпал именно этот самый редкий нимб. Поэтому Ульяна вообще могла не открывать до пор ничего. Ну, я очень хотела эту светящуюся пружинку синюю, потому что ее можно сделать желтой светящейся, и это очень красиво. Да, у нас снеговички прошли. Да, слушайте, обалдеть, мы тут с Ланой не могли пройти, на самом деле, когда вот проходили у меня, и это было очень тяжело. Я вот хочу узнать, растаем мы тут или нет. Ой, 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 опасно. Мне страшно здесь стоять, я не хочу здесь стоять, я не хочу вытаять. А знаете что, подождите, давайте, встаем, теперь это не горячий огонь. Вот это вот, да, вот это молодец, вот это придумала. Просто замерзшие снеговички, смотрите. Да, и у нас тут такие шапочки другого цвета, красиво. Так, Ульяна, иди в центр, там похолоднее, давай, давай, двигайся, двигайся. Так, 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 у меня спайка пофиолетовил. Ну, это знаешь, как говорят, губы фиолетовые, когда очень холодно, вот у меня ноги фиолетовые, тоже замерзло. Да, у меня спайк замерз. А у вас, кстати, лица почему-то в такой голубенький, а у меня в зеленый немножко уходит. Слушай, правда. Возможно, это отсвечивает из-за нимба. Ой, нет, не нимба, а совсем нимба. А мне кажется, у меня просто оттенок кожи немножко другой, да, он такой в розовый, поэтому он становится немножко более зеленым. Ну, это очень холодно выглядит, по-моему, мы заморозили весь тамер. Да, согласна. Ребят, я разморозилась. Чего? У меня нету снеговика. Подожди, а как? Не знаю, видимо, огонь меня немножечко потрепал, пока я там стояла и покупала негатив. Какой ужас. Так, нам срочно нужно похолодание. Так, давай, давай колдовать вокруг Евы, Лана. Я думаю, что надо колдовать вот таким способом. Ева, достаточно холодно. О, божечки. А, ну или так. Ну, не совсем. Давайте вот так тут сделаем. Так. А-а-а, теперь это не тот свет. Так, ну ладно. Не тот свет, не холодный, ничего не холодный. Не холодный, правда. Не холодный, правда. Ну что, как ощущения? Уже замерзаешь? Ну, почти, да. Так, и я, кажется, замерзла. Кажется, тебя ребята криками заморозили. Посмотри, они вернут. А-а-а! Это точно. Ну что, пойдемте проходить дальше? Давайте. Пойдемте. Ой, слушайте, а этот уровень был холодным, а теперь он какой-то не слишком холодный. Горячий, да. Так, а он нас не разморозит? Надо быстрее прыгать. Надеюсь, что нет. Ой-ой-ой. Меня разморозило, я только что убила. Так, Ева, не убивайся. А я успела пройти. Я тоже не могу пройти почему-то. Потому что горячо. Горячо. Ой, нам непобедимость кто-то купил. Это я, потому что мне слишком жарко. Хочу, чтобы непобедимо было можно проходить. Фух, нормально. Ой, у нас же двойной прыжок есть. Да, я тоже сначала о нем забыла, а потом вспомнила и очень обрадовалась. А я не очень вовремя вспомнила. Ой, вот этот оранжевый уровень был. У нас сейчас стал такой холодный. Такой красивый голубой. Да, мне прям так комфортно здесь. Да, очень красивый. Слушайте, надо было его, наверное, в таком цвете делать, а не в оранжевом. О, слушайте, а эти, да, треугольнички выглядят прям как какие-то ледяные глыбы. Ага. Очень красиво. Тихо. О, нет. Тихо. Фу, я же жива. Ой, я сама сейчас чуть не упала. Ужас, там ты головой бьешься больно. Так, а я здесь смогу схитрить? Смогу. Ой. Один снеговичок уже на месте. Ого. Отлично. Ты там будешь пытаться заморозиться или расплавиться? Не знаю, что делает этот огонь сейчас. Ой, не знаю, не знаю. Мне уже страшно туда идти. Ну, по факту, это же противоположный огонь. Ну, значит, он должен тебя замораживать, поэтому я здесь постою, пожалуй. Ага. Ну, слушай, вроде с тобой все в порядке. Ничего не подтаивает. Все отлично. Так, а я взяла пружинку, чтобы меня больше ускоряло. И она очень красивого цвета. И я постараюсь сейчас добежать до вас. Точнее, допрыгать даже или долететь. Я же космонавт все-таки. И показать ее. Давай. А я, кстати, взяла ту пружинку, которая должна быть оранжевой. И она здесь такая синяя морозная. Ой, я тоже тогда возьму. Слушай, прям какое-то такое очень холодное новогоднее настроение. И я думаю, мы смогли его вернуть в тавер. Ну, да, мне это точно помогло. Смотрите. Ух ты. Как красиво. Слушай, да. Она снежная. Очень здорово. Могу еще вот так сделать? О, слушай, здорово. А я думаю, что нам нужно немножечко снега вернуть в тавер. Вау. Ух ты. Я только хотела сказать, как ты это сделаешь. Но это идеально, мне кажется. А у меня можно еще сделать стеклянную сосульчатую. Ой, ледяная пружинка. Здорово. Прикольно. Слушайте, ну новогоднее настроение немножко поздновато. Но все равно поднято. Я думаю, что можно заканчивать. Снеговиков мы вернули. Так что теперь в тавере все в порядке. Это точно. Ну что, ребят, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.